Всем привет! Сегодня я вам покажу растения, которые мы купили и посадим сегодня же. Вот они, мои родные, приехали вчера поздно. Новая почта привезла, курьер привез. И это было уже часов 7, у нас уже темно, поэтому не стала показывать. А сегодня вам показываю. Правда, уже 5 часов вечера, а я только сейчас вышла, будем сажать эти растения. Сегодня сажаем. Покажу вам сейчас поближе, что мы купили. Так, это бересклет Эсмеральд Голд. Вот такой вот бересклет с насыщенными, яркими, красивыми листьями на штамбе. Примерно 80 сантиметров штамп. Такое вот красивое растение, вечно зеленое. Пока он отрастет, конечно, этот штамп, вот видите, какой он красивый. Я такой штамп, вот этот бересклет, увидела в кафе в одном Вилла Олива. И там он посредине растет, там очень красивый, такой масштабный, яркий его, невозможно не заметить. Думаю, нужно посадить у себя такой бересклет. Ну, конечно, он пока маленький, пока отрастет, но ничего. Так, вот это вот Туя складчатая, Тайгер Голд. Такая яркая, насыщенная, с желтым оттенком Туя. Имеет такую конусную форму. Вот такое мы взяли. Она очень красивая будет. Так, а это у нас кипарисовик, такой вот повислый. Называется «Золотые слезы Филиппа». Такое название интересное. Сам покажу на картинке. Вот такой он, вот он. Потом я уже подробнее про него расскажу немножечко. Красавец, конечно. Давно я хотела его. Это считается таким растением диковинным, популярным, необычным. Ну, в общем, вот таких три растения мы купили. Одно мы уже посадили ранее, которое мы купили за день до этого. И вот эти вот три красивых, классных растения. Все, сейчас будем уже сажать, наконец-то, на их места. Пойдем с нами. Так, первый сажаемый кипарисовик «Золотые слезы Филиппа». Смотрим уровень. Вот он у нас в горшке. Само растение привезено из Польши. Вот вроде бы уровень нормальный. Лопатой измеряем. Что есть, тем измеряем. Вот тут нашли место ему. Самое первое возле ворот. Так, в яму добавляем хвойный субстракт. Это специально для хвойных. Кислый торф. Так, поливаем водой хорошо. Выровняли, поставили как нужно. Растение пока маленькое. Его сажать очень легко. Пока сажаем то растение, хотела вам показать вегела. Вегела, как она у нас ожила после вчерашней посадки. Вот, листики какие яркие, красивые. Вот там вот внизу чуть-чуть подвяло, я ее обрежу. Но здесь зато все хорошо. Красиво очень. Еще будет свистеть, наверное, в сентябре немножко. Так, добавляем укоренитель в воду, в ведро воды, чтобы хорошо укоренилось. Такой цвет насыщенный, черный. Интересно. Так, ну и проливаем растение для укоренения. Пол ведра. Пол ведра хватит, да. Такого маленького растения как раз. Так, все закапываем, выравниваем. Пару дней назад посаженный кипарисовик колумнарис. Покажу вам его при хорошем свете. Видите, какие красивые оттенки. К растению посадили, немножко расскажу про него. Значит, кипарисовик лавсона золотые слезы Филиппа. Это узкая пирамидальная форма со спадающими ветвями вниз. Взрослое растение достигает высоты примерно 6 метров. При диаметре крона 1,5 метра. То есть это достаточно узкое растение. Что хорошо, его можно сажать в таких узких местах, где маленький сад, чтобы вместить его. То есть на небольших территориях саду. Это большой плюс. Также он любит солнечные места для того, чтобы его хвоя была более салатового цвета. Если ее сажают в полутени и в тени, то хвоя приобретает зеленый оттенок. Вот такой, как сейчас на нем. Видите, он зеленый, потому что он стоял в тени. В самом растении. Поэтому лучше сажать на солнце. Он нормально его выдерживает. И приобретает золотистый оттенок. Как на фото. Сейчас вам покажу. Вот такой он получается. Поэтому, надеюсь, приобретет, когда будет на солнышке. Вот такая спадающая форма у него. Ему нужна опора на первое время, конечно же, пока не окрепнет сам ствол. Так, теперь мы бересклет сажаем. И сюда мы добавляем нитромокоску. И универсальный субстракт. Перемешиваем в землю. Вот растение само в горшке было. Даже мхом поросло немножко. Тоже нужно сделать правильный уровень. Также проливаем укоренителем. Пол ведра сюда хватит. И просто разбавляем водой. Добавляем. Мы сажаем так. Сверху еще добавляем универсальный субстракт, чтобы уже оно хорошо так все... Водичка как раз. Теперь можно засыпать землей. Поливаем водой и засыпаем землей. Так, растение посажено. Бересклет на месте. Эмеральд голд. Еще раз покажу вам изблизи его. Уже у нас немножко темнеет. И, к сожалению, не так хорошо видны цвета. Но вот такой вот он будет. Это вечно зеленое растение будет. Только единственное, осенью и зимой он немножко краснеет. Ну, такие красноватые листья будут. Еще раз покажу. Вот так вот выглядит он на штамбе. Вот. Сажаем третье растение. Это туэсклачетая тайгергоут. Она у нас получается высотой 2,5 метра вырастает взрослая. И диаметр 1,2. Где-то так. То есть, в принципе, аккуратная, небольшая. Ее преимущество это вот такие вот красивые, яркие, салатовая хвоя. По всей поверхности она не меняет цвет. Конечно же, она любит солнечные места. Поэтому мы сажаем, в принципе, ее в солнечное место. Так, посадили и это хвойное растение, тую. Сажали тоже, по тому же принципу, тоже кислый торф добавляли. Засыпали, полили укоренителем. И все. Завтра я покажу уже свежий результат, когда будет свет, хорошее солнышко. Потому что сейчас уже ничего не видно. Поздний вечер. Еще и комары кусаются. Так, показываю при солнечном свете. Тайгер Голд. Туя Тайгер Голд. Вот такие у нее красивые краски. Видите, внутри немножко зеленоватые. А сверху желтый насыщенный цвет хвои. Пока она маленькая у нас, но ничего. Быстро вырастет. Так, это кипарисовик. Золотые слезы Филиппа. Уже показываю при солнечном свете. Потому что сажали вечером. Видите, пока такой зеленоватый цвет. Но вот здесь вот он должен на кончиках быть. Такой желтовато-салатовый. Здесь хорошо. Солнце как раз будет, я думаю, скоро. Такой, как на картинке. Как на фото. Ну, он пока совсем маленький. И выглядит тут по сравнению с большими нашими растениями. Таким малышом совсем. Так, и вот бересклет на штамбе. Эмиральт Голд. Смотрите, как Биг Пёрпл, роза. Цветет осенью красиво. Обильный. Это как розовое. Нашими растениями. И здесь, ребята. С 나가 будут. Так. Как прощаться.